Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не делали. Сижу я, значит, монтирую и вспоминаю, что я забыл вам показать место, где мы останавливались в Ольгинке. А останавливались мы в Ольгинке, в поселке. И именно так же называется придорожный отель. Он себя рекламирует как отель и даже, по-моему, что-то там со звездами. Точно не помню. Забегая вперед, хочу сказать, что если его рассматривать на одну ночь, ну вот как мы, просто на одну ночь переночевать, то да, можно его рассмотреть. Очень удобное расположение, прямо на трассе. Но если его рассматривать для своего отпуска, отдыха в Ольгинке, сами смотрите и делайте выводы. Погнали! В общем, мы уже на закате, грубо говоря, так заскочили. Вот такой отель находится прямо на дороге. Через дорогу он даже есть. Магнит-косметик, пятерочка. Сейчас пойдем узнаем по состоянию номера, потому что хочется нормально отдохнуть, нормально помыться, покупать детей, вот, и чтоб не грязно было. И еще останемся. Сейчас чуть позже скажем. Ну все нормально, нам в принципе подошло на одну ночь, достаточно будет, там номер студии, сейчас я вам все покажу, роботурчик будет. У них, значит, есть даже на территории бунгало такие, есть кафе-столовое, там можно заказать по меню на четвертом этаже. Есть открытый бассейн, есть сауна. Слушайте, ну прикольно, но это не лухари, конечно, но ценник скажу в конце выпуска, все вам еще покажу. Вообще мы идем сейчас купить чуть на ужин, чтобы покушать здесь, получается, прям вот так вот, в каких-то катакомбах двигаешься и попадаешь в пятерочку, наверное, надеюсь. В общем, мы живем на втором этаже, здесь вот так вот номера, и начинается наш номер. Нас встречает, конечно же, сразу огромный шкаф. Так, Родион, выйди, пожалуйста. Родион, я неделю очень большой, а мама, не как-то он будет. Так, здесь, значит, тумбочка, здесь были тапочки, две пары, картина, огромный телевизор, есть, значит, кондиционер, шторки. Это номер студио. Есть большая, получается, двухспальная кровать, плюс есть диван, который раскладывается. Дополнительно еще поставили здесь матрас, не знаю, нужен он нам будет, не нужен. И вот здесь вот находится кухня. Вот, есть плитка, можно будет сварить там сегодня ужин, значит, раковинка. И здесь еще диван и стол. Ну, состояние, в общем, так себе, сами все видите. Читали мы отзывы на букинге, кто-то говорит там, так-то, так-то, плохо-плохо, кто-то хвалит. Ну, на одну ночь, вот, по мнениям сошлись, что, как бы, можно переночевать. Есть холодильник. На одну ночь будет прям норм. Так, еще я не показал вам ванную, значит, комнату. Здесь, ну, все по классике, значит, унитаз, раковина и ванная комната. Вот, ну, естественно, там зеркало, сушилочка, бумага, туалетки. Вот, вот такой вот, ребята, номер, наш ночлег на сегодня. Так, а на четвертом этаже. Тут, нет, мы купаться не будем. Тут находится басик. Вот с такой вот крышей. Понятно. Ну, понятно, тут купаться, конечно, не будем. Я хочу вам показать вид на Ольгинку. Но многие жалуются на этот отель, потому что он находится прямо у дороги. И, мол, типа, все слышно. Я не знаю, у нас окна выходят вот на эту сторону. И ничего не было слышно, даже учитывая, что мы спали с открытым окном. Мы второй раз останавливаемся в прикольном месте. Вот, реально, в прикольном, из которого можно было бы сделать конфетку. Но у вот этих отелей нет хозяина. Вот все в таком состоянии. Вот реально, прикиньте, какая красота пропадает. Здесь такую зону можно было замутить. Но нет. Причем деньги-то берут. Ни хрена не маленькие. А все как-то вот так вот. Совсем забыл сказать, что данный номер в данном отеле нам обошелся на одну ночь 1300 рублей. Мы туда приехали поздно, особо ничего не выбирали. Первый павшийся схватили относительно цены, качеству и расположения. Если вы хотите посмотреть обзор Ольгинки, вот выпуск. Сюда нажимайте и смотрите. Если вы хотите забронировать жилье, то ссылочка полезная от нас. Бронировать на букинге по нормальным адекватным ценам. В описании нажимайте и бронируйте. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока.